Итак, друзья, прямо сейчас всем-всем-всем будет счастье на телерадиоканале Страна.ФМ, потому что у нас в компании пополнение, да? Во-первых, Влад Кутусова Валерия Майора здесь приветствует вас, а во-вторых, друзья, просто заиграла новая музыка, и я растерялась, потому что думаю, что за музыка, нужно ли под неё говорить, или что нужно вообще делать? Доктор технических наук Иван Иванович Бобринецкий, здравствуйте! Добрый день. Иван, добрый день, может чуть поближе к микрофончику? Уже отлично. Слушайте, вне эфира, тут уже шла целая дискуссия, нас проверяли на знания, некоторые из нас, не будем показывать пальцем, кто провалили этот тест, так вот, друзья, какое же определение у слова нанотехнологии? Нанотехнология, определение, на самом деле, состоит из двух частей, из технологии и нано. Нано — это размер 10 минус 9, то есть одна миллиардная доля метра. Ну и, соответственно, простое самое определение нанотехнологии — это умение манипулировать и создавать объекты из молекул и отдельных атомов контролируемым образом. Ой, как сложно! Так, 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 вторая часть была хорошая уже. Вот первая не совсем, а вторая не была более понятна. Слушайте, ну мы каждый день слышим, вот в последнее время, всё чаще и чаще, всё больше и больше. Можно ли говорить о том, что нанотехнологии действительно вот так вот плотно уже в нашу жизнь проникают? Более того, они уже в нашей жизни, и я думаю, даже в нашей студии сейчас часть материалов так или иначе содержит какие-то компоненты. Но более того, как минимум, используемые нами электронные средства содержат элементы, которые размеры уже составляют единицы нанометров. Я имею в виду компьютеры, планшеты, телефоны. Лерочка, ты записывайте. Слушайте, нет, я понимаю, что всё речь идёт о таких вот маленьких всяких молекулах, но я просто думаю, а вот так вот применение в простой жизни. Если раньше у нас тоже были какие-то телефоны, средства связи, мы ими пользовались, а сейчас у нас нанотехнологии внедрены, как улучшилась наша жизнь вот вместе с ними? Вот я тоже хотел сказать, в чём плюс-то, собственно, вот конкретно, отличие нанотехнологии от технологий, в чём выигрыш нанотехнологий от обычных? Ну, хорошо, на самом деле, почему я заговорил о компьютерах, так как всё-таки моя специализация больше связана с электронной техникой, то пример хорошего в электронной технике, вы видите этот плюс. То есть если ещё 10 лет назад вы всё-таки, чтобы войти, новость прочитать или написать письмо, должны были загружать, кажется, относительно большой системный блок с относительно большим монитором, то сейчас для этого вы всего лишь навсего используете маленький телефон с размером диагональ, там, не знаю, 5 сантиметров или больше, опять же, в зависимости от амбиций пользователя. А главное, что нам позволило это сделать? Собственно, позволило то, что в примерно 10-100 раз уменьшились как раз размеры тех самых элементов, которые составляют мозг нашего компьютера. Ну, это называется процессор, да? Процессор, да, если, я думаю, все телезрители и радиослушатели знают это слово. Знают все, даже я. Поэтому это вот хороший пример, то, что, собственно, это незаметно, то есть однозначно нанотехнологии входит в нашу жизнь чуть-чуть незаметнее. Чуть-чуть дольше, например, будет служить, опять же, я не знаю, ваш автомобиль, опять же, благодаря улучшенным маслам с нано-присадками, опять же, этого должны были слышать тоже. Слушайте, а я думала всегда, что это рекламная уловка, когда говорят, нано-частицы там в маслах обрабатывают ваш двигатель, я думаю, ну что вы, кому вы зачесываете? Ой, а по поводу этого можно вопрос сразу задать? Вот такой из нашей жизни практически. Можно. Я встречаю недавно, около моего дома, открыл, ты едешь на работу, и открылась наномойка. Наномойка, класс. Наномойка для автомобиля. Это развод или, правда, мойка теперь может быть и нано? Это хороший, грамотный рекламный ход. То есть, если вы посетите эту мойку, однозначно сотрудники этой мойки в курсе современных тенденций. Ну, если объяснить действительно, что за этим может стоять, как я предполагаю, как вы знаете, существует сухая чистка. Правда, в основном она используется, конечно, для очистки стен от всяких надписей, так как снимает не только краску, но и часть стены. Поэтому я не знаю, как относительно машины. Использование сухого или замороженного углекислого газа. То есть, по сути, вы молекулы замораживаете и ими распыляете. То есть, они действительно чрезвычайно активны, тверды, и они удаляют действительно, например, конечно, в основном, конечно, эти чистки такие используются для снятия всяких граффити нежелательных, да, с поверхностей домов. Они сейчас используются уже, да? Да, уже давно используются. Это как бы никто не называет, на самом деле, это нанотехнологии, потому что, действительно, это есть, это материал, это сжиженный газ, да, газ сжигает, состоит из молекул, как мы с вами знаем. Молекулы, как бы, сформируют маленькие кластеры, действительно, наноразмеры. То есть, и поэтому я говорю о том, когда мы говорим о нано-мойке, мы говорим о том, что, действительно, специалисты, которые работают на этой мойке, они, действительно, в курсе того, чем занимаются. Что-то мне подсказывает, что тема сегодняшняя будет бесконечной, в хорошем смысле этого слова, потому что много для нас, Леры, сегодня интересного. У нас сегодня в гостях доктор технических наук Иван Бабринецкий. Мы к вам вернемся, друзья, совсем скоро. Оставайтесь со Страной ФМ. Друзья, прямо сейчас на телерадиоканале Страна ФМ продолжается наш час, который носит название «Наука и технологии». В гостях у нас доктор технических наук Иван Бабринецкий. Иван, добрый день. Еще раз спасибо, что пришли. Продолжаем наш потрясающе, интереснейший разговор. Слушайте, вы знаете, как здорово, когда вот вроде кажется, что ты настолько далек от всех этих тем, а потом начинается разговор, ты понимаешь, что ты используешь это постоянно, например, хотя бы в косметике. Давайте о косметике поговорим чуть позже, а сейчас хотелось бы затронуть проблему, который касается очень многих людей. Дети, например, не любят лечить зубы, они страшно боятся бормашинки. Сейчас нанотехнологии как-то способствуют решению этого вопроса? Ну, зайду из как бы далека. На самом деле уже технологии показали, правда, не только нанотехнологии, но и, по сути, технологии генной инженерии и стволовых клеток, что уже крысы, да, крысы и дети, крыс, да, тоже могут себе выращивать новые зубы с использованием стволовых клеток. Класс! То есть технологии до этого дошли. То есть что даже если потеряв, да, там даже если долго не лечил и не чистил зубы, да, то можно вырастить полностью новый зуб из своих клеток. Да, действительно, здесь тоже нужны нанотехнологии, потому что нужно управлять так называемой дифференциацией клеток. То есть клетка должна ведь вырасти не только в костную ткань зуба, но и также в нервную ткань, в кровеносную ткань. И это все действительно управляет в том числе нанотехнологией, создавая так называемый каркас. Ивана, я хочу спросить прямо... Сколько растет? Нет, подожди, а есть какие-то действительно шансы, ну, такие серьезные, стопроцентные, что и у нас, или что у меня зубик вырастет там через месяц, через год? Я тоже хочу. Через лет 20, я думаю, то есть действительно технология уже отработана на, как принято говорят ученых, мышах. Да, то есть действительно эта технология вполне работоспособна, я думаю, действительно, это мы сможем делать через 20 лет. Слушайте, а если, хорошо, если копнуть глубже, например, не зуб, а, скажем, ну, не будем говорить, какой, какой-то вот внутренний орган человек, который пришел, так сказать, в негодность, и как бы его неплохо было бы заменить, допустим, срочно. Да, это, собственно, главное. Одна из задач нанотехнологии, собственно, ну, коротко назовем так, регенерация или восстановление тканей. И здесь, наверное, опять же, многие слышали, ну, в том числе по фильмам, наверное, конечно же, такой термин, как нанороботы. Да, то есть, собственно, опять же, это роботы, которые обладают минимальным размерами, приблизительно с атомарных размеров. И главное, то есть данное направление уже проводится, лет 20, на самом деле, ведутся поиски. И, собственно, такие микромеханические, назовем так, системы, они уже существуют. Проблема одна. Проблема в запитывании энергии данных нанороботов. То есть, действительно, мы не можем... Ну, собственно, кстати, опять же, вернемся, если к электронной технике, то главная проблема минимизации размеров тех же самых наших смартфонов, она связана с чем? С батареей. Батареей. Мы не можем никак сделать маленький источник энергии, подпитывающий наши системы. Иван, а давайте вот мы на этом месте прервемся и продолжим наш разговор совсем скоро. Будьте друзья со Страной ФМ. Друзья, прямо сейчас на телерадиоканале Страна ФМ наука и технологии в гостях у нас сегодня доктор технических наук Иван Иванович Бобринецкий. Иван, еще раз добрый день. Сколько мы с Валерией сегодня узнали нового? Даже Валерия стала умнее. У нее прям вот ум в глазах появился. Вот мы остановились на такой интересной теме, что многие технологии не могли продвинуться, потому что нечем было запитать этих нанороботов. Как сейчас решается этот вопрос? Да, как раз публикация вышла, на самом деле, в течение последнего месяца. К сожалению, ну, как к счастью, конечно же, ученых, но не российских, а китайских. В престижном журнале, кстати, нанотехнологи, о том, что они научились добывать энергию с использованием клеток, клеток человека в том числе. Система, на самом деле, достаточно проста. И, я думаю, многим она известна. Используется главный компонент, компонент пьезоэлектрик. Пьезоэлектрик. Ну, опять же, многим из, наверное, жизни, кто имеет доступ к газовым плитам, знакомый пьезозажигалки. То есть эффект связан с тем, что механическое давление на определенные предметы, называемые пьезоэлектриками, приводит к электрическому сигналу, возникновению электрического сигнала. То есть это пьезоэффект. Вот пьезозажигалка основана на этом. И, собственно, работа нанотехнологов, скажем так, была заключена в том, чтобы сделать данные, вот, собственно, компоненты, да, именно переводящие механическое движение в электрическое, на наноразмерном уровне, чтобы можно было присоединить это к клеткам. Собственно, опять возвращаясь к вопросу, что такое нанотехнология, да, все-таки в первую очередь это технология и умение манипулировать объектами на малых размерах. Вот то, что сейчас, собственно, и развивается, и что еще, все еще, как бы, в некоторых областях недоступно. И вот ученые китайские впервые удалось подсоединить вот самые эти пьезоэлектрики, да, генераторы, переводящие механическое напряжение в электрическое, к клеткам, клеткам непростым, действительно, на самом деле, к клеткам сердечной мышцы, то есть клетки, которые вызывают сокращение, которые изменяют свою форму. И эти клетки, вызывая изменения, сокращаясь, вызывали изменения этих самых пьезоэлектриков, генерируя тем самым электричество. И данная, собственно, батарейка, это получается на данный момент самая маленькая батарейка, то есть ее размер действительно сравним с размерами кровеносных телец в наших сосудах, как бы клетками крови. И она может быть использована как раз, как автономный источник энергии для тех самых нанороботов, которые уже будут в нашем теле. Искать, в первую очередь, болезнь, источник болезни, короче, диагностировать, да, что это такое, определять ее состав. Для этого, кстати, нужны наносенсоры, которые в том числе я делаю в моей группе. И третий момент, конечно, либо восстанавливать поврежденный орган, либо лечить, то есть выделяя какие-то лекарства, опять же, из нано-контейнеров, то есть маленькое лекарство они будут с собой нести, выделяя. Вот, собственно, но главной, главной действительно как бы остановкой, либо препятствием, которое сейчас наконец решили, это была нанобатарейка, которая должна запитывать вот такого маленького нанодоктора. Так, а наносенсоры, то есть это не диагност попадает в ваш организм, и он прям по каким-то параметрам раз-раз и поставил диагност. Правильно, правильно, это сенсоры. Опять же, использование его основано на совмещении, да, нанотехнологий, то есть действительно создать маленький детектор, который переводит, как бы, получаемый внешний сигнал в электрический или в какой-то иной, который может обработать, там, например, компьютерная микросхема, та же самая, и распознающего элемента, рецептор. Рецептор, опять же, всем знакомо, это биологические, например, белки. У нас в носу, например, у человека в носу порядка 300 типов рецепторов, которые позволяют нам чувствовать различные запахи. Сразу, например, отмечу, что у собаки есть тысяча типов рецепторов, поэтому они позволяют чувствовать более широкий объем запахов. Ну и, собственно, как бы, поэтому они больше чувствуют мир через нос, чем через глаза, например, или слух. И вот, в частности, в нашей работе мы как раз пытаемся совместить, используем рецепторы биологического происхождения, куски ДНК, либо действительно белки, и уже сам сенсорный элемент, передатчик, да, уже созданный на основе технологий, нанотехнологий, то есть из углеродных, например, нанотрубок, то есть маленьких проводящих металлических каналов, либо в том числе нанопроводов на основе кремния. Класс! Слушайте, я прямо сижу, слушаю, с открытым рутом для меня как мантра. Нет, ну на самом деле такое чувство, как будто мы сейчас читаем какую-то книгу фантастическую, а на самом деле это же все потихоньку, постепенно уже воплощается в жизнь. Да, то есть, конечно же, если мы говорим сейчас о нано-докторах, которые в нашем теле, это действительно все еще пока что фантастика, да, то есть фантастика в плане того, что полностью реализовать этот цикл, замкнутый, еще нет. Удалось отдельно батарейку сделать, отдельно микро, действительно, капсулы, которые могут ходить по телу человека, но я думаю, так как все это уже сейчас совместилось, то есть осталось только перейти в какую-то критическую точку, и в течение 10 лет мы это сможем уже реализовать. Иван, давайте прервемся вновь, друзья, наука и технологии. На стране ФМ скоро мы продолжим. И мы продолжаем разговор доктора технических наук Ивана Бобринецкий у нас в гостях. Мы такую интереснейшую тему затронули, вот этих нано-роботов, на что они способны, и мне кажется, можно говорить бесконечно. Влад, я знаю, что ты задавал уже вопрос по поводу выращивания внутренних органов. Да-да-да, мы об этом говорили. Давайте, может быть, попробуем спрогнозировать, насколько это нет, то, что это реально, я поняла, как скоро это появится и станет доступно для обычного человека. На самом деле, если мы говорим в целом, действительно, как бы, о медицине уже не затрагивает там нано-технологии, хотя, опять же, нано-технологии в любом случае она присутствует даже уже без упоминания этого слова, так как работаем мы, опять же, с молекулярными всегда объектами. многие, то есть этапы, которые, скажем так, замена органов человека, да, пройдет, собственно, как я считаю, ну, условно говоря, три или два основных этапа. Первый этап, конечно же, это и, опять же, по фильмам это всем нам известно, это замена существующих органов, которые, да, не функционируют или плохо фокусируют на искусственные. Искусственные, на самом деле, протезы, назовем так. На самом деле, это то, что мы сейчас имеем, да, то есть, например, всем известно, особенно это известно у спортсменов, они очень часто любят менять бегуны, да, коленные чашечки. Уже давно они меняют свои, как бы, коленные чашечки, сделанные из хряща, на более стойкие, более надежные, не стикстиранию, титановые коленные чашечки, да, то есть это даже купить можно в магазине, по-моему, даже где-то я узнавал цены порядка 200 тысяч евро за одну коленную чашечку, и это, собственно, современное реалии. Как хорошо, что мы не бегуны все-таки, потому что... Нам и с нашими неплохо живутся, коленные чашечки. Слушайте, а вот какой-то момент отторжения этого протеза или какие-то проблемы, или раз поменяли, и сразу суперчеловек. Как-то глубоко-то попошло. Нет, правильно, вы хорошо говнули. Это, как раз, есть тот первый, собственно, этап, который мы сейчас проходим, улучшение безовместимости традиционных протезов. Здесь как раз помогает нанотехнология, например, с помощью той же самой вот титан, титан-протезы, опять же, многим известны они, используются в том числе в восстановлении кости, повышение безовместимости за счет специальной лазерной обработки поверхности, которая делает наноструктурированную поверхность, которая более-более приближена к условиям жизни клеток, и клетки, назовем так, начинают любить. То есть это называется, скажем так, гидрофильно поверхность поверхность становится, и клетки начинают с большей охотой приконтачиваться и расти на тех самых титановых... Ну, то есть полная совместимость, да? Да, правильно, правильно, обман такой возникает там. Они принимают за своего, за своего. Это первый этап, да? Второй этап, конечно же, это создание уже функционирующих, функционирующих протезов, функциональных протезов, то есть процесс, который не только будет заменять какой-то неработающий орган, но и выполнять его функции, да? Здесь мы говорим о сердцах, здесь мы говорим о... В том числе, например, глазах, да, работы Дианы Прилитовича. То есть этот процесс, который уже содержит в себе не только действительно искусственные элементы, но и электронику, электронику, обеспечивающую работу, да? То есть правильное там биение сердца или его запитывание правильной энергии, либо в области, например, замены глаз, да? Если, опять же, восстановление зрения, да? Назовем так, восстановление зрения, замена сетчатки неработающей на искусственные фотоматрицы, такие самые, те же самые, которые мы используем, например, в наших телефонах либо фотокамерах, и подключение, вот здесь уже роль нанотехнологии, подключение данной матрицы, CCD-камеры, к нервным окончаниям, которые дальше будут передавать сигналы в мозг. В том числе такой работой мы занимались, пытались совместить нервные клетки с электронными интерфейсами, так и называется, биоэлектронные интерфейсы. Работа сейчас ведется широко, и уже существует ряд успехов как раз, так как нервные клетки — это самые-самые, конечно, привередливые клетки, и они очень, конечно, ревностно относятся к несвойственным им материалам, неблизким, чужеродным. Ну и, соответственно, вот уже название, футуристы придумали, конечно, данным системой, данным людям, которые будут носить подобные электронные протезы, это уже, как говорится, андроидные системы, то есть где человек присутствует и биологические части, и электрические части. Ну и, собственно, третий этап, то, с чего мы начали о зубах с вами говорить, это действительно полное восстановление, регенерация тканей с использованием, опять же, электростимулированных, с использованием наноматериалов как каркасов или арматуры, но уже на наноразмерном уровне. Арматуры везде сегодня, да? Да, конечно же, так сложилось сегодня. На наноразмерном уровне, который будет способствовать росту собственных клеток, собственной ткани, и будет в течение времени рассасываться, рассасывать в органы. Сейчас данное направление, третье вот направление, когда собственные искусственные органы, оно находится, скажем так, в пробирке, то есть действительно уже выжищены искусственные ткани сердца в чашке Петри, действительно, человека. Или даже больше скажу, действительно, на самом деле, то, что уже реализовано, даже и проведена, по-моему, операция, это искусственные части трахеи. Ну, трахея здесь, как мы знаем, это хрящевая ткань, которая способствует в том числе нашему, так сказать, разговору. И действительно, на искусственном каркасе были выращены собственные клетки, хрящевые клетки человека. Иван, расскажите, вот отсюда вытекает совершенно логичный вопрос. А не говорит ли это о том, что, ну, пусть в долгосрочной перспективе, где-то на горизонте у нас потеконечку начинает маячить такое безумное фантастическое понятие, как бессмертие? Если прям вот так все будет вырастать и перестраиваться. Я предпочитаю, и ученые предпочитают это называть, это улучшением качества жизни. Тоже неплохо. Да, но о бессмертии, на самом деле, это вопрос больше к биологам. Но, насколько мне известно, опять же, из последней публикации говорят о том, что бессмертие, то есть и средний срок, который человек живет, или любые животные, они, на самом деле, не связаны никак с внешними факторами, сугубо программируются на нашем ДНК. И ученые, насколько мне известно, уже нашли данные ДНК, которые отвечают за, по сути, гибель человека, либо гибель его клеток, старение клеток. И если купировать, либо дезактивировать данное ДНК, то, насколько мне известно, опять же, ученые из МГУ уже сделали это на червяках, и червяки прожили 8 жизней, которые им отвела природа для жизни. Вот это, как бы, пример бессмертия на уровне, как говорится, Слушайте, а могут ли именно нанотехнологии помочь вот этот самый ген старения взять и выключить просто? Ну, так, чисто теоретически. В перспективе. Пролезли так, хлоп и нажали что-то. Да, и все. Нет, я скажу, действительно, отвечу так, потому что нанотехнологии, на самом деле, они, мы с вами уже начали говорить, что они везде, да? Что такое молеку? То есть, по сути, человек, если так обсуждать, то человек весь работает на принципах нано-машины. У нас есть белки, у нас есть ДНК, который, собственно, и обеспечивает все наше функционирование. Задача нанотехнологий, первый этап, опять же, это имитировать работу данных белков, второй этап, это все-таки управлять этими работами. Поэтому, да, отвечая на ваш вопрос, действительно, нанотехнологии, одна из задач тех же самых нанороботов, действительно, найти, например, ту же самую ДНК, уже внедриться в живого человека и ее вылечить. На самом деле, это вот сейчас, я говорю, на самом деле, на такие вещи несколько фантастичные, я не хотел бы обнадеживать наших людей, потому что мы здесь говорим сейчас о генетически предрасположенных заболеваниях, например, такие, как муковисцидоз. Да, и его действительно лечение сейчас никакими средствами невозможно, и я не хочу, конечно, обнадеживать зрителей и слушателей, но действительно, это то, что действительно вот нанотехнология медицина к чему должна прийти. Слушайте, ну это очень круто. На самом деле, друзья, мы к вам вернемся очень скоро и продолжим разговор. Ну что, тут редкий случай, когда разговор продолжается, и при выключенных микрофонах, и узнаем мы все больше и больше. Да, мы узнали, между прочим, что не стоит бояться исчезновения рыбы или того, что с изменением климата у вас не будет еды, потому что нанотехнологии смогут воссоздать кусочек мяса и вкусно покушать. Да? Да, конечно. Это уже есть в реальной жизни прямо сейчас? Или все это в перспективе? Ну, как мы сказали, основные цели все-таки направлены в данном случае на улучшение качества жизни и восстановление органов и тканей. Но как мы понимаем, что органы тканей, в том числе и животных, это являются наши элементы, в том числе пищи. Поэтому действительно, то, что уже сейчас есть в пробирках, уже выращиваются искусственное, действительно, мясо. Ну что такое искусственное мясо? По сути, мы должны понимать, что клетки по природе своей, они относительно бессмертны, да, и они могут размножаться и делиться в бесконечное количество раз. На самом деле, кстати, это является негативным фактором, и мы все знаем эти клетки, как называются. Эти клетки называются раковые клетки. Клетки, которые получают, действительно, у которых как раз выключен, выключен тот самый ген смерти, да, и они начинают беспрестанно делиться, да. Но в данном случае для человека или для, как я назову это, питания, да, неважно, по сути, какая роль эта клетка. То есть если это клетка, например, мышцы, да, то есть мясо того же самого, то действительно можно ее с помощью стимуляции заставить действительно делиться бесконечное-бесконечное число раз, да. Поделили, поели, остальное положили в криостат. В криостате она пролежала до следующего, как бы до завтрака. То есть криостат достали, разморозили, она восстановилась, начала делиться активно, выросло, так сказать, килограмм стейка. Класс. И так можно бесконечно, имея всего лишь навсего одну клетку. Слушайте, Ивана, интересно, а скажите мне, как-то вот, допустим, я как пользователь смогу отличить? Это будет чем отличаться? Вот обычная там колбаса и нано-колбаса, допустим. Я пойму, что это вот какая-то она специальная, какая-то она нано все-таки чуть-чуть. Прямо так ешь и говоришь, что тут бумаги не хватает, как будто в вашем искусственном мясе. Ну просто в колбасе... Или это же называется просто один в один будет продукт. Вот точно такой абсолютно. Если вопрос некорректный, вы нас поправляете, потому что мы вот... Конечно же, я отвечу. Конечно же, все можно заменить. На самом деле, уже давно мы с вами, например, пьем те же самые минеральные воды со вкусом малины, или там ем, едим какой-то пирог со вкусом ананаса. Хотя давно уже там ни ананаса, ни малины нет. Действительно, это еще химики все придумали и действительно восстановили те самые вкусовые молекулы, которые обеспечивают все наши вот эти самые... Ощущения. Ощущения. Причем иногда бывает часто, вернее, часто бывает то, что вот это вот искусственно вкуснее даже, чем натуральное. Слушайте, ну такой момент, что говорят, что вот искусственно амортизатор... Амортизатор, да, ароматизатор понапихали. Это вредно для организма человека или это вполне себе нормально? Сейчас Валерия зашла в тему уже совершенно параллельно. Нет, ну просто если клонируется мясо, оно клонируется со всеми теми же полезными... Клонируется, наверное, не клонируется. Хорошее слово, кстати. Подходит оно сюда? Оно, кстати, отсюда же, да? Потому что вот это вот бесконечное размножение, это клонирование есть. Ну, то есть оно полезное, оно также будет организм человека питать полностью. Ну, конечно, я думаю, но единственное, не мясом единым и жив человек. А можно вырастить салатик. Салатик, да, рыбка, тоже мы с вами об этом говорили. Нет, конечно же, первое дело, что на самом деле нанотехнологии, вот вы сказали, да, мы заговорили о химии, да, по сути о химии. То есть нанотехнологии надо воспринимать, что действительно это технология, которая сочетает в себе достижения всех наук, естественных наук, которые мы знаем, да. Физика, в первую очередь, химия, на самом деле, может даже в более первую очередь. Конечно же, биология, да, наука тех самых молекул, которые функционируют в НАС. И на самом деле сейчас на первый план, когда мы говорим с вами о внедрении в человека, в его жизнедеятельность, становится такая уже неестественная дисциплина, как всё-таки этика и то, что человек может делать в области нанотехнологии, и то, что он не может. На самом деле, давайте вернёмся всё-таки ближе к тематике, например, которую я люблю в СССР, это электроника, это наноматериалы. И долгое время, на самом деле, никто не заботился о безопасности вот этих вещей, которые могут воздействовать на человека. Например, то, что, например, наноматериалы, например, углерод, наноуглерод. Это, опять же, очень любимая тематика. Углерод, собственно, самый любимый материал, распространённый, один из распространённых материалов на Земле. И мы все знаем, опять же, что углерод является основой для любой органической жизни. Иван, у нас 20 секунд буквально, вот быстро всё заканчивается. Слушайте, ну бесконечно можно говорить об этом, конечно, да. Хорошо, Валерия, что ты вовремя соскочила с темы еды. Ну, спасибо вам огромное. Было так интересно. Я вот просто ещё раз восхищаюсь, что, когда человек интересно рассказывает о любом предмете, хочется им заниматься, хотя уже кажется даже, что поезд ушёл. Друзья, ну и напомним, что сегодня у нас в гостях в программе «Наука и технологии» был доктор технических наук Иван Иванович Бобринецкий. Иван, большое спасибо. Это действительно то, что можно слушать вот очень долго, если не бесконечно. И приходите к нам ещё. Приходите, рассказывайте. Да, огромное спасибо. Спасибо, счастливо, до свидания. До свидания.